Для всего мира это имело страшные последствия разносилась так называемая 100-летняя война, ровно, но проарийское, арийское имбирие. Смотрю видеоролик своего старого знакомого, Серёжу Разумовску, он же Рощин Сергей в фейсбуке, который в чистый четверг разразился тирадой русскости, русских и чистоте. Ну то, что Серёжа русофоб, я знаю давно, ещё со времён своего сотрудничества с ним, а я писал его ролики, собственно говоря, я сопровождал медийную часть. Советский офицер, служил там в Гордане, то, сё, пятое, десятое, встречался с папой Римский. Только потом стало понятно, что это сотрудник американских ЧВК, о чём он, кстати, открывает, открытым текстом рассказывает. И вот его политическая деятельность, связанная с русофобией, с гоном на Москву. А Москва, это, кто не знает, это 100 километров с небольшим, от Владимира, древней столицы Руси. Вот эта тирада Романовых, отчасти там есть правда, отчасти неправда, и вот этот гон на русскость, и на то, что русских проектов было много, в целом Серёжа забывает указать одну очень важную вещь. Когда мы говорим о русских, нужно важно понимать, что этот проект, в какой бы аватаре он ни был, там, Российская империя, Русское царство, Советский Союз, Российская Федерация, там всегда было несколько кланов управляющих, причём и от глобалистов в том числе. А Серёжа у нас, кстати, представитель тех самых глобалистов. Он человек, благословлённый Ватиканом на продвижение вот этой всей теории. Так вот, русский проект или русский мир, который в разных ипостасях в истории действовал, существовал, работал, он всегда подразумевает нерусский проект. И только в этом контексте нужно понимать. То есть, когда Серёжа заявляет, что русских проектов было много, он должен перечислить также множество нерусских проектов, которые называются экспансия Запада, как основного нерусского проекта, на территорию всех русских равнин. А русские равнины – это не только европейская часть, а это и западно-сибирская равнина. Там у нас была тоже русская империя. Это всё правда, это всё так и есть. Но Серёжа, как остриё западных спецслужб, не будем забывать, думаете, что за ним ФСБ гоняется? Из-за того, что он такой ресурсообеспеченный и такой проводник? Нет, потому что это агентура американских ЧВК, которая от скуки, от безденежья. Я не думаю, что он там загребает лопатой деньги, потому что таких умельцев много. Ну, просто как-то состоялся в эфире. И я приложил к этому значительной степени руки. Для неподготовленных людей, которые историю России знают плохо и которыми можно манипулировать, нужно в части, касающейся рассуждения в русском мире, всегда помнить одну вещь. Московия, которая образовалась даже со времён Зои Палеолог и так далее, это, тем не менее, глобальный проект, если посмотреть на все атрибуты царства. То есть там был центр концентрации глобального управления. Всегда. Сначала город Владимир, а потом город Москва. В силу тоже определённых катаклизмических обстоятельств. Так вот, именно вот этот центр глобального управления всегда подвергался атакам со стороны западноевропейских центров глобального управления. Это сначала была Венеция, потом Рим, потом Голландия, Амстердам, потом Лондон. И вот всегда шла экспансия и атака на русский центр глобального управления. Сколько бы русских проектов не было, но Москва всегда была центром концентрации управления. И все вот эти атаки при помощи русофобов разных мастей, что москали, москаляку на геляку, против Москвы, это всего лишь навсего через вот такие прокладочки, как Серёжа, атака одного глобального центра на другой. Русский проект имеет центр концентрации управления. Там подвязается большое количество разных людей. Это понятно, там нет чистоты. Но тем не менее сам факт того, что Москва – это центр управления, весь вот этот спич нашего дорогого Серёжи, который, наверное, до сих пор так и не научился зарабатывать деньги, не гоня на русский мир, можно делить даже не на два. Это всё разговоры в пользу приезжих.